Белорусский президент Многие почему-то считают, что Кремль всегда поддерживал белорусского президента на выборах, но достаточно вспомнить конфликт Минска с Москвой 2010 года, когда дошло до выпуска на НТВ шокирующего крестного батьки. Однако даже тогда российские власти были готовы к тому, что батька все равно останется на следующий срок. Я думаю, что я как минимум лет 90 с лишним не умру. Теперь же, кажется, Москва решила не вмешиваться и никак не поддерживать несменяемого главу республики. Тем более, что его оппоненты из тех, что наиболее популярны среди местного электората, сами выглядят достаточно пророссийскими или, по крайней мере, договороспособными. Это не просто для нас страна. Это не просто для нас страна. Мы связаны очень-очень длительной совместной историей. И эта история, она гораздо дальше идет даже с того времени, когда Великое князство Литовское стало частью Российской империи. Вероятно, Лукашенко не ожидал, что избирательная кампания с самого начала пойдет вопреки всем сценариям. Поэтому он с апреля, когда естественным образом закончились препирательства относительно цены на нефть, она запредельно подешевела, особо и не стремился наладить отношения с российским руководством. При этом ничто не указывает на то, что Москва решила сделать ставку на кого-то из альтернативных кандидатов. Но одновременно Путин демонстративно не идет навстречу белорусскому лидеру. Наиболее явно это было продемонстрировано в газовом вопросе. Напомним, в середине мая Лукашенко выразил недовольство тем, что голубое топливо из РФ в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз. «Это же не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ до 70 долларов». «Но никак не 127, как для Белоруссии», – заявил Лукашенко. Ответ российского президента прозвучал через несколько дней на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Путин заявил, что единый тариф на газ может быть утвержден только после того, как члены Евразийского экономического союза создадут единый бюджет и единую систему налогообложения. В данный же момент столь глубокий уровень интеграции в Евразийск пока еще не достиг. Вот мы об этом с вами хорошо знаем. А пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков. Он добавил, что вопрос о ценах на газ остается последним пунктом подготовленного проекта стратегии развития ЕАЭС, по которому члены союза не пришли к согласию. Разработанную формулу расчета тарифов поддерживают пока только Россия, Казахстан и Киргизия. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги. У них своя точка зрения по этому вопросу. Резюмировал Путин. Белорусский президент не был бы сам собой, если бы не нашел, чем оперативно ответить. Уже 22 мая в Мочулище, военная часть под Минском, Лукашенко знакомился с новейшими военно-техническими разработками и пожаловался перед телекамерами, что РФ отказывается вести совместные разработки ракетного вооружения и предоставить полигон для испытания белорусской ракеты. Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал. Если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету эту сделать, полигон не предоставляет. Слушайте, это вопрос. Сказал он. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами. Но дальше зависимости это быть не должно. Озабоченность Лукашенко именно ракетами, а не надоями и посевной, легко можно трактовать как аккуратное бряцание оружием. Мы ни на кого не нападаем, но и к нам лучше не суйтесь. Про гомельские и витебские народные республики забудьте. Белорусский президент всегда начинает говорить про войну в те моменты, когда чувствует себя неуверенно, независимо от причин. Наша стратегическая задача – нанести неприемлемый урон, ущерб противника. И мы это должны демонстрировать сейчас. «Это верный признак. За 26 лет его уже хорошо изучили», – сказал Росбалту белорусский политолог Светлана Гречулина. Он исходит из старой парадигмы о том, что для белорусов главное – абы не было войны. Но сейчас ситуация в стране уже такова, что людей не испугаешь ни войной, ни украинским сценарием, ни репрессиями. Что мы в последние дни и видим. Напомним о событиях конца мая, начала июня, когда во множестве провинциальных белорусских городов, хотя началось с Минска, люди выстраивались в километровые очереди, чтобы поставить подпись за оппозиционных Лукашенко-кандидатов. А в Гродно и вовсе дошло до схваток с милицией, которая задерживала популярного блогера Тихановского. Поначалу Лукашенко не выражал озабоченности и нервозности, внешне был абсолютно уверен в своем переизбрании. Но с самого начала все пошло не по плану. На привычное предвыборное повышение пенсий и зарплат в бюджете денег не оказалось, а поездки по полям и заводам в образе мудрого хозяина всем уже приелись и пиетета не вызывают. Тут и он не удержался от пацанской риторики. Дескать, видали мы таких, которые обещают деньги с вертолета разбрасывать? Эти с вертолета будут разбрасывать деньги. Особенно тебе в Минске повезет. Кроме того, приходится постоянно оправдываться, объяснять, почему весь мир ввел карантин, а белорусские власти борются с пандемией своим удивительным образом. С парадом, субботником, футбольным чемпионатом и открытой границей. Всемирная организация здравоохранения, как вы знаете, объявила пандемию. Для Беларуси это не имеет никакого значения. Тут-то и выяснилось, что против Лукашенко решили баллотироваться не привычные оппозиционеры, а два известных представителя истеблишмента – Валерии Цепкало и Виктора Бабарико. Цепкало работал послом в США и замглавы МИД, а потом создал парк высоких технологий и много лет руководил белорусской Кремниевой долиной. Мы должны вписаться в ту глобализацию, которая сегодня в мире существует. Бабарико – банкир-меценат, который последние 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, один из крупнейших в стране. «Новая Беларусь в любом случае сметет остатки вот этого старого режима». К ним добавился настоящий народный лидер. Харизматичный видеоблогер Сергей Тихановский ездит по областям и собирает тысячи еще вчера аполитичных жителей регионов на акции за отставку Лукашенко под лозунгом «Стоп таракан». Беларусь ждут перемены. 20-й год – это год перемен. «Стоп таракан». Он стал первым за долгое время белорусским политиком, против ареста которого люди вышли протестовать не только в Минске, но и в других городах. Когда его по формальной причине не пустили в президентскую гонку, он стал доверенным лицом своей жены, подавшей документы на следующий день. Впрочем, у него снова перерыв. Опять задержали. «Я хочу, чтобы в Беларуси были честные выборы». Ни один из топовых претендентов на заветное кресло не вписывается в формат евроинтеграторов или националистов. Один родом из «Газпрома». То есть мы полностью экономически зависим. А раз так, то да, мы конституционно-суверенны и все остальное. Но мы не самостоятель. Другой считает россиян, белорусов и украинцев чуть ли не одним народом. Это судьбой предопределено, что у нас с Россией будет особое отношение. Третий имел бизнес в Москве. Риторика в основном про мир, дружбу, реформы и экономику. Никаких флагов ЕС и шенгенов. Весьма значительная, если не преобладающая часть электората, которая устала от вечного лидера, но не готова разрывать отношения с Москвой, голосуя за прозападную оппозицию, наконец-то получила фигуры, которые готова поддержать. Ну я бы еще верхушку всю тоже поменял бы. Это будет первая кампания, когда Москва публично не поддержит Лукашенко. Кремль будет спокойно складывать яйца в разные корзины. И если так, то прямая или косвенная поддержка Москвы может стоять и за Бабарико, и за Тихановским, говорит опытный белорусский политик Анатолий Лебедько. Это не значит, что есть какие-то прямые связи с Кремлем. Это могут быть просто экономические группы, финансовые, отставники. Учитывая личные отношения между Лукашенко и Путиным, сегодня я бы не стал это исключать. Это была бы очень профессиональная работа, поскольку она закрывает весь электорат. Происходящее сейчас на улицах прежде совершенно апатичных белорусских городков показывает. Значительная часть населения готова голосовать за любую более-менее адекватную альтернативу Лукашенко. В образовании нужны перемены, во власти нужны перемены. Вероятность неконтролируемой смены власти растет, и такая постановка вопроса окончательно убивает интерес коллективного Кремля к действующему режиму и заставляет держать дистанцию от официального Минска, наблюдать кто кого. В таких условиях не стоит удивляться, если уже эти выборы пойдут не по привычному сценарию. В Могилеве под следствие попали два региональных координатора инициативной группы участника президентской гонки Виктора Бабарико. В штабе политика предполагают, что это связано со вчерашними обысками в офисах Белгазпромбанка, которым Бабарико руководил почти 20 лет. Среди задержанных бывший зампред Могилевского горосполкома Владимир Дударев, а также глава местного филиала банка Сергей Кармызов. Они работали в региональном штабе Бабарико и собирали подписи за его выдвижение. Накануне комитет госконтроля провел обыски в офисах банка и нескольких компаний, с которыми у него были партнерские отношения. Их топ-менеджеров и сотрудников подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Сам Бабарико в деле не фигурирует. Он называет его политическим заказом, цель которого – запугать членов инициативной группы. Обыски начались на следующий день после того, как президент Лукашенко поручил силовикам организовать проверки частных компаний и, цитата, «прошерстить пузатых буржуев и привести их в чувство». За месяц президентской кампании в стране были задержаны десятки активистов. Против членов штаба кандидата Светланы Тихановской заведены уголовные дела. Правозащитники называют свое преследование незаконным и требуют немедленно их освободить. Евросоюз призвал Минск прекратить политическое давление и заявил, что от итогов кампании будут зависеть дальнейшие отношения с Брюсселем. Напомню, выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова